Всех приветствую, с вами Булавцев Михаил и сегодня я хочу вам рассказать о программе для обработки изображений Snapseed Вот так вот она выглядит, зеленый листочек с надписью Snapseed у нас Сейчас покажу, что умеет данная программа Рекомендую всем ее установить для обработки и нанесения дополнительных надписей на свои фотографии Итак, у нас открылся наш редактор И для того, чтобы выбрать нам фотографию, мы можем нажать слово открыть сверху или просто-напросто на любом поле нашего телефона нажать Выбираем галерею, открывается наша галерея и выберем, например, какую-нибудь фотографию Вот такую вот красивую фотографию выберем, сейчас мы ее будем обрабатывать Сейчас посмотрим, что можем мы с ней сделать в данной программе Нажав на карандашик, мы можем отредактировать данную фотографию Каким образом? У нас доступна коррекция, то есть здесь мы можем поиграть с яркостью Вот у нас, например, сейчас яркость, выставить чуть поярче фотографию Но обязательно при сохранении своих параметров необходимо в правом нижнем углу нажать галочку Еще здесь у нас доступно очень большое количество всевозможных параметров Можно также воспользоваться волшебной палочкой, то есть автоматическая настройка на усмотрение уже самого телефона, самой программы Как должна выглядеть фотография Допустим, нам все понравилось, мы нажали галочку и двигаемся дальше Имеется у нас кадрирование, что это такое? Это у нас обрезка нашей фотографии по тому макету, который нам нужен То есть какого-то конкретного места Допустим, вот такое вот То есть здесь вы уже сами выбираете Тоже сохранили Если необходимо Перспектива Интересный момент тоже имеется Мы можем в данном случае нашу фотографию поворачивать как влево, вправо, так и вверх, вниз И обратите внимание То есть здесь чуть-чуть изменяем наклон нашей фотографии Обратите внимание Те моменты, те стороны фотографии, которые у нас не попадали в кадр Дорабатываются самой программой И практически незаметно Вот, например, смотрите на черные треугольники, которые у нас были сверху и снизу, справа Они доработались программой Теперь сделаем перспективу вот такую Тоже раз Доработались Если не смотреть, не присматриваться, то можно даже и не заметить поначалу А если маленькие искажения, то здесь еще будет меньше Итак, тоже посмотрели, поигрались, двигаемся дальше Следующая кисть и точечно Здесь мы уже выбираем Например, если мы рассматривали лицо Здесь мы уже могли бы удалить какие-нибудь покраснения, прыщики и тому подобное То есть здесь уже идет такая вот детальная обработка точечно Аналогично, как и кисть Там чуть-чуть другие параметры Текст Вот самое интересное, наверное, из С данной программы Чем мы пользуемся Здесь мы можем добавить надпись В красивом обрамлении Дважды нажав на само слово Сам текст Мы пишем сюда какой-либо текст, который нам интересен Который нам нужен Нажимаем ОК И данный текст у нас здесь появится И у нас имеются снизу кнопки Первое Выбираем цветовую гамму Который у нас будет отображаться Наш стикер Допустим Пускай какой был Здесь мы можем выбрать непрозрачность Прозрачность То есть чтобы он был непрозрачен Прозрачен Чтобы Можем инвертировать нашу прозрачность Наоборот Будет текст у нас прозрачный Сама эмблема А картинка будет непрозрачна Возвращаем обратно все И следующая кнопка У нас как раз вот выбор Нашего текста Выбор Самой эмблемы Какая нам доступна Здесь просто текст И дальше идут у нас уже Как раз такие вот эмблемы Какую мы хотим использовать В нашей картинке Здесь их много Посмотрите, выберите Нажимая галочку Давайте нажмем Мы применяем Данные изменения к фотографии Продолжая изменять фотографию Мы еще можем настроить резкость Поворот По часовой Против часовой То есть на любой угол Нашей фотографии Баланс белого Мы можем с вами Выборочно Также Допустим Исходя из цвета облаков Чуть-чуть вот осветлить Тот или иной объект Вот выбрали облака Видите Но этим мы редко пользуемся То есть фактически у вас Устанавливая данную программу Появляется фотошоп В вашем телефоне Виньетка Это у нас обрамление фотографии Также сверху Мы можем выбирать Темная виньетка Или светлая Не будем применять Кривые Здесь мы изменяем Уже Цветовую Такую гамму Нашей фотографии Светлее Темнее Можем делать Тоже Для пейзажей И здесь у нас Еще присутствует Большое количество фильтров Уже готовых фильтров Которые мы можем Применить К нашей фотографии Например эффект HDR Который у нас Предоставляет нам Такие Сочные краски Нашей фотографии Здесь мы можем выбрать Природа Люди Средняя Усилить Яркость Сильно То есть здесь мы можем Также С вами То есть люди у нас Не сильно будут усиливаться А природа Ярче Видите на фотографиях Так Мы сохранять не будем Теперь все наши сохранения Которые у нас Которые мы сделали Все изменения Нам необходимо сохранить Для этого Вы нажимаете Сверху Вот эту кнопку Со стрелкой И нажимаете кнопку Сохранить Идет загрузка Вашей фотографии Применение всех изменений Чем больше изменений Вы вносите В свою фотографию Тем дольше Будет идти сохранение Здесь по пунктам Будет видно Все Фотография сохранена И она оказывается У вас в галерее В папке Созданной Также как называется Как эта программа Snapseed Оттуда ее берем И уже используем В личных целях Спасибо большое за внимание Рекомендую всем Скачать данную программу Из PlayMarket Скачать данную программу Скачать данную программу